Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как играть в первый фаллауд, ну и во второй, как бы, ну, тут скорее именно про первый, но про второй тоже, возможно. В общем-то, вот, мы в меню самой игры, ну, я думаю, вы сами там догадаетесь, как установить. В общем-то, желательно скачать версию, кстати, с диска, то есть с файлового формата ISO, потому что, ну, самая стабильная версия, это именно вот с диска. Либо состы, типа, можете купить, но там она, ну, как бы, типа, продают игру 1947 года, блин, с небольшими нововведениями. Ну, ладно. Давайте, в общем-то, начнём. Вот наше меню, драгоценное. Что-то постоянно эти титры начинаются без того-нибудь всего. Нам нужно нажать новое, чтобы создать новую игру, как бы. Тут нам предлагают выбрать одного из трёх персонажей, но они тут все какие-то... С одной стороны топ, с другой стороны подстой. И я вам не советовала бы их брать, потому что, ну, просто, типа... Ну, короче, когда вы... Если вы здесь не поглядите, вы уже поймёте, что в чём-то он бот, в чём-то он про. То есть не берите ни в коем случае этих персонажей. То есть давайте своего. В общем-то, чё у нас тут вообще есть-то? Вот мы в меню создание персонажа. Тут есть много всяких фигей, там, класс барани, там, и так далее. Но поговорим мы сначала про вот эти вот параметры. Это у нас наши основные характеристики. Ну, в принципе, если вы играли в любую фалату, то вы знаете, что это... В общем, ну, я вам расскажу, что тут надо, что не надо прокачивать. То есть, вот, на один ставить его, то... Потому что она тут вообще не нужна. А вот что надо прокачать, так это ловко и желательно. До девятки, либо до десятки. Я вам советую до десятки. Потому что либо вы уже ставите там пять, либо вы уже десять. Потому что иначе как-то это особо не имеет значения. Сила, кстати, зависит от вашего персонажа. Если вы создаете какой-то там чрезловес, а если вы хотите там с миниганами ходить на перевес, вам нужно минимум семь сил. Если вы хотите с ракетницей на перевес, шесть сил или с огнеметом. Если вы хотите там с ружьями на перевес, пять сил и так далее. Я бы советовала, если вы хотите, кстати, обычного такого персонажа, там, с винтовкой какой-нибудь, то пять сил вам вполне достаточно. Удача желательно семь. И восприятие тоже желательно семь. Вот это, в принципе, мне кажется, лучшие вообще статы для... Ну, не лучшие, скорее всего, но... Для снайпера, мне кажется, это не из лучших статов, которые могут быть. Навыки, да. Тут мы можем выбрать три основных навыка. Тут нормально эти штуки, мы их выбираем. Зачем это надо? В общем-то, какие-то есть навыки, но их тут дофига. Для начала начнем с того, что вы обязательно должны взять легкое оружие. Либо можете не брать, но вы должны взять как минимум один боевой навык. Как минимум один. Потому что иначе ваш персонаж будет никакой просто в бою. Не советую вам брать всякие холодные оружие, без оружия. Вот Fallout 1 просто он как бы... Ну, не очень-то прикольно проходить с холодным оружием. Я советую вам взять легкое, но вы должны взять также... Дело в том, что тут легкое оружие, тут слабое. Так что, если вы берете легкое, то вам все равно придется взять либо тяжелое, либо энергетическое там тоже. Потому что нормального легкого оружия, который там всех размозит в пух и прах, его нет. Fallout 1. Fallout 2 есть. Fallout 1, вы должны выбрать еще что-то помимо легкого оружия. Либо не выбирать его, а выбрать что-то другое. Fallout 2 вы можете выбрать смело легкое оружие и ничего больше из боевых навыков не выбирать. Потому что там есть галл с винтовкой, балансом для всех ланцов и с него дистанций. Конечно, я немного перегнул, но мощность надо стать, но все равно. Так, а что еще можно взять по навыкам? Ремонт нафиг не нужен, сразу говорю. Я его там ни разу не использую, я не знаю вообще, где он там пригождается. Хотя... Там вроде можно с помощью него где-то там сломать электронную дверь какую-то. Не знаю, можно взять, но... Не так, чтобы люто как-то прокачивать, там до 200-300 баллов. Вот, просто, ну так. Взять и все. Бартия, честно, я не знаю, но... Там есть один такой баланс, что... И вы можете перепродавать бесконечность предметов и фармить бесконечность креста денег, вроде бы, если у вас бартия там больше 50, что ли. Так что... Можно взять, если, конечно, вы хотите фармить деньги. Но... Если вы будете таким побирашкой, то есть там ничего не будете покупать, будете только там с врагов подбирать, то бартер вам нафиг не нужен, потому что продавать вы... Ну, и так нормально продаёте. Кражи... Кражи не надо брать абсолютно, вы и так там у всех всё укрыёте. Взлом... Взлом стоит взять и в Fallout 2. В Fallout 1... Не знаю, ну... Там как бы ключи есть, тут слома не нужен. Вот в Fallout 2, там вот он пригодится по сюжету кое-где, прям без него там фиг пройдёшь. Ээээ... Вот. Эээ... Скрытость. Скрытость можно взять, она помогает реально нехило в некоторых ситуациях. И берёте эту скрытость, я бы взял. Так, чё ещё? Красноречие. Fallout 1... Можно, в принципе, без проблем без красноречия пройти, но... Эээ... Fallout 2 желательно взять. Ну вот, да... Можно взять... Эээ... Не берите этот навык казашной игры, потому что... Да тут, блин, одну козелу на всю игру. Ладно, два. Так, натуралист... Эээ... Не берите. Ну, можно взять как? Ну... Чё оно даёт? Оно даёт то, что вы меньше встречаете врагов всяких там... Которые вам нафиг не нужно... Не нужно встречать. А вы чаще встречаете что-то, что вам бы хотелось бы встретить. Например, какие-то специальные редкие встречи. И так далее. Но... Блин. Вы без этого будете всё ещё встречать как хотите, если у вас удача высокая. Так что вот так. Так что тут ещё есть? Тут ещё есть такая фигня, как дополнительные особенности. Их тут дофигища. Эээ... И чё они дают? Они дают, что с одной стороны топ, а с другой стороны вообще с этим играть невозможно. Ээээ... И поэтому их нужно брать очень аккуратно. И внимательно читать чё же не дают. Но я вам посоветую, как тот, кто прошёл уже два раза этот Fallout 1. То, что... Стоит брать, что не надо. Эээ... Вот это... Я ни разу не брал. Эээ... Вот это... Нежелательно брать. Знаете почему? Потому что... Ммм... Там есть одна локация. В общем, ладно. Не буду особо сполерить, но... Я бы вам не советовала это взять. Вот это брать. Потому что... Короче, вы по... По... Мере проходения поймёте. Почему. Скорее всего. Если будете проходить нормально. Эээ... Эээ... Я вот такой играл с неспособностью. А потом понял, что у меня персонаж с билдом под тяжёлое оружие. И вот чё мне делать? Я не могу этот миниган, блин, таскать. Патроны вообще не умещаются в этот винтарь. Эээ... То есть... Я вообще не понимаю. Как... Как, типа, мне всё уносить? Я был таким, типа, барахольчиком плюс ещё. У меня было куча всего, что мне нафиг не нужно. Но я это носил и не мог просто это выбросить. Потому что у меня не было желания. И не берите это, если вы хотите делать там какого-то... Эээ... Не знаю, силача. Который будет таскать всё подряд с собой. Однорукие. Это вообще ни в коем случае не берите. Вообще ни в коем повроте событий. Я не понимаю, кто придумал эту способность. Зачем? Типа, нормального одноручного оружия в игре нет. Зато способность одноруки есть. Единственный пистолет, который достаточно мощный. Но он не компенсирует вот этот навык. Который не даёт вам стрелять нормально из двуручного. Ээ... Там одно единственное, как я сказал, оружие, которое мощное одноручное. И то! Оно намного слабее какого-нибудь там минигана. Точность. Так. Точность. Вот это ещё можно взять. Ээ... Ммм... Да. Если вы отыгрываете снайпера, мне кажется, даже это стоит очень-очень взять. Эээ... Чё ещё можно взять? Ээ... Трионы я вам... На самом деле, многие говорят, что это топ. Но... На деле, вот подумайте, чё он вам даёт, да? Плюс один на каждой характеристике. Ну, это штоп, да? Вы скажете. Но... Ну, тут как бы... Вот такой аргумент. Хм... То есть... Мы получаем меньше всего! То есть, и на 10% меньше навыки в начале игры, и мы потом ещё и получаем по 5 очков навыков меньше! Это достаточно много! Представьте, 10 уровней прошло, и сколько вы уже потеряли? Вы потеряли 50 очков для прокачки! Это... Это вообще нехило! И лучше это не брать! Ну, зачем вам один лишний плюс ко всем характеристикам? Я вообще не понимаю, как... Кто берёт эту способность вообще? И зачем? Почему считаю такую толпу? Аааа... Так... Тренированный! Это я... За это стоит взять! Ааа... Потому что... Способности вот... Не знаю, нафиг не нужны вообще! Я вот без них нормально проходил! Даже не заморачиваюсь, что там нельзя взять из этих способностей! Да, есть там биллы только на способностях построенные, но... Вы и так, если навыки нормально прокачаете, вы уже будете всех убивать! Зачем эти способности ещё нужны? То есть, всё! Одел силовую броню, взял там пластминное ружьё, вкачал на максимум энергоружие, всё! Никакие способности тебе уже не нужны! Так что, берём это обязательно просто! Эээ... Прибану в скидку! Если вы хотите создать персонажа-пулемётчика, берите это обязательно! Потому что, у большинства автоматического оружия нету прицельного режима! Эээ... И... Например, с минигану, да? Там этого прицельного режима нет! Эээ... Поэтому... То, что мы не можем прицелиться, это как бы... Нету никакого минуса! Так как там и там и так нельзя прицелиться! И... Вот, собственно, ещё имя можно задать там какое-то там... Эээ... Возраст на что не влияет! Всё на это... Вот это верхнее, да, вообще на что не влияет! Как хотите, задавайте! Эээ... Эээ... В инвентарь залез, тоже тратится! Перезарядился там! И так далее! Всё это тратят! Эээ... Максимальный груз, это понятно! По охладным оружием, короче... Модифицируется... Ммм... Силой, насколько я знаю! Короче, чем выше сила, чем больше у вас будет эта фигня! Эээ... И... То есть, да! Вы будете сильнее, как бы, атаковать! Эээ... Вот у кого больше реакции, тот и будет атаковать первого! Вот так это работает! Если там нет, там, может... Другие будут условия! Ну, короче... Главная реакция! Чем выше реакция, тем больше шансов, вы первым будете атаковать! Т.е. если у вас враг даже первый заметит, все равно, возможно, выпадет ход вам, скорее всего, и у вас высока реакции! Эээ... 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 Эээ.... Эээ... 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 ...эээ... Ээээ... Готов. В общем-то, вот мы, собственно, в игре. На правой кнопке мыши можем менять тип нашего, так сказать, курсора. Например, вот такой тип, это значит перетаскивание. Вот такой тип, это значит осмотрение или действие. То есть, смотрите, я могу где патроны переместить. Ну, куда их тут переместить, только я не знаю. Вот, например, смотрите. Мы можем взять оружие, и, кстати, здесь мы можем тоже менять. Смотрите, что. Если мы пойдем в бой, мы на правой кнопке мыши сможем менять даже тип стрельбы. А, мы его не можем, походу, менять, потому что я же этот стрельбу на скидку взял. Ну, короче, вы поняли, что это мы можем менять. Когда мы входим в бой, а чтобы выйти больно, мы меняем наше оружие. Вот, всё, мы как бы в бою. Вот мы появились очки действия. То есть, каждый раз, когда мы куда-то ходим, они настраиваются. И тут показывается, сколько вы потратите, если сюда пойдёте, то есть 6, да? Так, давайте давайте сюда. Снимем наружу, чтобы прицелиться. И, вот, прицелимся к врагу. Например, смотрим, если... Ого, тут свет, чё такой высокий шанс что-то? Тут, блин, 59, а тут 31, чё такое его смешать? Стреляем, вот мы попали. Чтобы закончить бой, нажимаем бой. Если вы хотите... Короче, сейчас, например, покажу. Вот смотрите. Вот мы нападаем на крысу. И, например, я вот отбежал. И всё. Если у вас остались очки действий, но вы не знаете, куда их потратить, называйте ход. Вот. Вы как бы пропустили свои оставшиеся действия. Если оно вам не нужно. Если оно вам не нужно, не нажимайте. Так, ну вот, собственно, вот так вот всё это работает дело. И... Да. И перезарядка работает так вот. Направим к мыши, здесь есть тип перезарядки. Нажимаете на него, оп, мы перезарядите. Но просто так не перезаряжайтесь. Перезаряжайтесь только тогда, когда у вас кончился... Кончились патроны, в общем. Ну, не как я, в общем. Ещё есть такие вот штуки, смотрите, вот такие, видите, полосы. Красные такие, оранжевые, коричневые полосы, значит, что это выход из данной локации. То есть, если вы на них вступите, вас выйдет на вот эту глобальную карту. Она видна сверху. Тут, если вы нажмёте, где вы находитесь, вы туда войдёте. И вам покажут такую карту, если вы здесь уже были. Если вас здесь ещё не было, вам сразу появится вот эта локация. И вы можете выбрать, куда именно вам попасть. То есть, здесь как бы разделы, так сказать, локации. Вот. То есть, там внутренняя какая-то часть, там улицы разные, города и так далее. Вот, собственно, так. Ещё есть зелёная полоса. Сейчас я вам покажу. Идём сюда. Хотя там, наверное, нет. Но ещё, ладно. Зелёный полос – это переход в следующую главу локации, можно сказать. В следующую часть локации. Вот так. Ещё иногда, когда вы будете так путешествовать, вы как бы нажимаете куда-нибудь. Идти он идёт. Если, собственно, у вас, да, у вас может произойти случайная встреча, вот таким образом. Но нам повезло, мы это встретили не случайную встречу, а специальную встречу. Потому что это у нас не просто какой-то торговец, это уникальный торговец. И тут можно у него, ну, каким-то образом вроде даже повысить удачу. Или харизму, я точно не помню. Вот. С ними есть ли тут разговориться. В общем, есть такая функция в бою обмен. Это торговля, но не все с нами будут торговать. У этот, например, согласись, но они ничего нет. Зачем он предлагает. Расскажи О, это если вы хотите о чём-то спросить, например. Вот, и он говорит, что никогда не приходил слушать об этом. Вот так. А если жмите обзор, это как бы предыдущий ваш разговор. То есть, тут вы сможете узнать, что он вам говорил, там, что вы отвечали на вопрос. Ну и вот, собственно, вот так это работает диалоги. Ну тут, в принципе, разобраться в диалогах легче-легче, мне кажется. Вы и сами поймёте, как тут это всё работает. Ну, собственно, как-то так это и работает. Эм... Воздущий раз устанавливается стимулятором. Эм... Ииии, да... То есть, мы как использовать предметы, да? То есть вот так вот наводим, и вот это вот, вот такое вот выбираем. И тогда у нас используется... Вот здесь вот, ну, здесь понятная статистика. Вот это лазер, огонь и так далее, это за ваше сопротивление урон. То есть насколько вы там сопротивляетесь взрывам, палатинам, выстрелам и так далее. В общем, как-то так. Ещё есть у нас такой бортовой компьютер можно назвать. В нём можно зайти по вот этой кнопке. Либо на кнопочку P. В общем, то есть несколько разделов. Например, карты, здесь вы можете как бы осмотреть... Ну, короче, вы поняли. Схему локаций. Архивы, это как бы катсцены здесь сюда записываются. Статус, это квесты, то есть здесь я подображу ваши квесты. Какие вы взяли, там, что вам нужно у них сделать. Вот этот будильничек, это отдохнуть функция. Если вы, например, пойдёте куда-то в пустыню, в какое-то такое место, где никого особо нет, то вы сможете здесь отдохнуть, да. То есть, может, 10 минут, там, 30 минут, может, до выздоровления, если у вас там чел помирает. И так далее. Вот, собственно, как-то так. Это вся основная была информация. То есть, не какая-то там дополнительная. Возможно, потом сниму один билд на Fallout 1. И на Fallout 2, возможно, тоже. Так что, как-то так. Так, но мы ещё кое-что не разобрали. Это, наверное, то, зачем мы берём боевую навык. Вот, например, возможно, вы играли в Fallout 3, там вообще не хочешь бери, хочешь не бери. И вообще никак это не влияет особо. А здесь как-то работает, да? Я не знаю, зачем же вы очень так делаете, но так, в принципе, устроено в большинстве ролевых игр в старых. В общем-то, когда, когда у вас нету прокачанного боевого навыка, и вы вот кого-то захотите выстрелить, у вас шанс будет попасть такой, что вы не попадёте просто. И даже если вы там на 50 плюсов вкачаны, этого не хватит, чтобы нормально там отыгрывать. Вам минимум нужно 70 и больше, чтобы более-менее. И то это не слишком хорошо, потому что здесь максимум это 300, чтобы нормально отыгрывать. И именно из-за этого нужно взять боевые навыки. Точнее, там даже так было в Fallout 2, что я нашёл мини-ганг, Мститель, да? Я тут думал, ну всё, ребят, сейчас я вам всём покажу. Потом такой выхожу, и какого-то там чела, левого, без брони, без всего, не могу просто убить. Просто плотную подхожу, по 50 патронов, по 40 там стреляю, и ни одна просто пуля не попадает. И всё из-за того, что не прокачан навык. В Fallout 3 там вот хоть как у тебя прокачан, и ты всё равно будешь попадать. А, хотя там как? Там разброс, конечно, увеличивается, но... Всё равно, всё равно это не так видно, как в Fallout 1. Там в Fallout 1 настолько всё различается. Там если сравнить на 20 баллов прокачку и на 60, то вообще абсолютно два разных персонажа. А в Fallout 3 это примерно одно и то же как бы будет. Собственно, вот как-то так. Надеюсь, вы теперь хоть поняли, как в эту фигню играть. А, ну, ещё, разве что я не рассказала о том, что... Вот на эту кнопочку можно менять броню, ой, менять предмет. То есть, вот здесь вот как бы два предмета выбраны, и вы на эту кнопку можете через... Ну, переключаться между ними. А здесь вот здоровье, а это у нас класс брони. Здесь меню, вот на кнопку меню. Это снаряжение, вообще ваш предмет. Харата, понятно, характеристики. КРТ это вообще карта, я не знаю, зачем она просто нужна. Я никогда сюда не заходил, типа... Они, чё, просто, ну, разрабы думали, что это кому-то будет надо. Я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то использовал эту карту. Но я её не использовал, соответственно. НЕ это навыки, и вы можете, кстати, использовать навыки ещё на клавиши от 1 до... Вот, получается, до 8, да? Да. То есть, если вы не хотите использовать навык вот так, То есть, там, вот это, там... Вот так, кстати, навык применяется. А, вот... То есть, вы можете так использовать навыку хоть на чём. На гарему можно использовать. Кража, там, где вы, там, на себе кражу... На себе кражу нельзя, конечно, да. Это на людях только кража. Ремонт и так далее, да? Если вы не хотите вот так это делать, можете просто на букву, на номер соответствующего навыка нажать. Вот, например, я нажал 1, это скрытность, вот. Могут уже 2, это там, я помню, взлом, да? Да. И так далее. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас был взор. Надеюсь, теперь вы хотя бы поймёте, как в эту фигню играть. Хотя это не самый точный взор, который может быть. Но это такой ознакомительный для тех, кто хотя бы что-то слышал. Так что вот так. Всем до скорого, всем пока!